Сердце крови выливается каждый раз, когда я читаю сообщения от моих подписчиков такого плана. Вот я решила поголодать, зашел на условное голодание по системе Марва Ганян, и мне стало так плохо, у меня так тошнило, у меня так болела голова, мне так рвало, что я не выдержал даже одного дня, мне было очень плохо и так далее и тому подобное. И после таких неудачных попыток просто так взять и поголодать, у людей складывается мнение, что практика очищения через условное голодание по методике Аганян – это какая-то жесточайшая вещь, которую выдержать может далеко не каждый, и еще вопрос, приносит ли такое мучение какую-то пользу. Так вот, друзья мои, давайте сегодня разберемся, почему же случаются вот такие неприятные вещи на условном голодании, как этого избежать и какую роль в этом играет правильная подготовка к условному голоданию. К такой важной практике, как очищение организма, нужно обязательно готовиться. Ну вот представьте себе, человек ел всю жизнь, все подряд, ни о чем не задумывался, трескал в себе сосиски в тесте, булочки, выпечку, магазинные пельмешки, приправленные магазинным майонезиком, и все в таком духе. И слышать никогда не слышал про какое-то там здоровое питание, а уж тем более про очищение организма. И вдруг ему попадается вот такая интересная информация, как очищение организма от шнаков и токсинов, и что в результате вот такой очистительной практики можно избавиться от хронических заболеваний, можно отрегулировать свой вес и так далее. Все это истинная правда. Это я вам говорю как человек, который прошел на собственном опыте практику очищения, и до сих пор практика очищения является большой составляющей моей жизни и также жизни моих подопечных. Поэтому я знаю, что практика очищения — это то, что действительно помогает избавиться от недугов и привести в порядок свое физическое тело. И не только физическое, но и все остальные тела. Но поскольку практика очищения является чем-то незнакомым, неизведанным для большинства людей, то нужно, во-первых, очень тщательно проштудировать всю информацию, информацию, которая относится к этой методике, к этой практике, это первое. И проштудировав информацию, нужно обязательно понимать, что просто так вот с бухты-барахты, питаясь всю жизнь магазинными бельмешками и сосисками в тесте, вы просто не имеете права вот так взять и начать курс очищения. Вам обязательно нужно готовиться. Я объясню, почему нельзя это делать без подготовки. Дело в том, что условное голодание, почему условное? Потому что оно действительно, как говорят, да, в кавычках, что это не голодание в прямом смысле, это жидкое питание травяными чаями, соком лимона и медом и свежевыжатыми фруктовыми и овощными соками. Но при таком жидком питании отсутствует твёрдая клетчатка, отсутствует пищеварение, и в отсутствии пищеварения в теле человека спускаются довольно сильные процессы очищения. Так устроен наш организм, что в отсутствии пищеварения организм включает очищение по полной программе. Нажимается кнопка «Старт». Хотите вы этого или не хотите, но если вы не питаетесь обычным твёрдым образом, а питаетесь жидким образом, ваш организм перестраивается на очищение. И очищение идёт 24 часа в сутки. Если вы до этого момента питались, ну, как все, традиционным образом, и никогда даже и слышали, не слышали о здоровом питании, то ваш организм, естественно, просто нашпигован шлаками и токсинами. И в тот момент, когда вы начинаете его бурно и активно очищать, вся вот эта лавина шлаков и токсинов бурно и активно устремляется на выход. И устремляется на выход она через все выделительные системы, через кишечник, через почки, мочевыделительные пути, через кожу, через дыхательные пути. И вот такое массированное выделение шлаков и токсинов, выведение точнее, оно, как правило, сопровождается очень плохим самочувствием, если человек неподготовлен. То есть возникает интоксикация, самоотравление. Поскольку лавина шлаков и токсинов очень сильна, а выделительные системы ещё пока не готовы выводить это всё бурно и активно, то большая часть токсинов, ну, как бы задерживается в организме, и не будучи вовремя выведенными, они начинают отравлять наши собственные ткани, наши клетки, и возникает самоотравление. То есть индоксикация. Это очень тяжёлое состояние. Я однажды испытала такое состояние по неопытности своей, допуская ошибки, которых теперь уже, конечно, я и сама не допускаю, и не даю допускать их своим подопечным. Но я испытала это состояние. Я знаю, что это очень тяжёлое состояние. Это тяжелейшее состояние. Не буду его описывать. Я думаю, что те, кто смотрит это видео, они, скорее всего, что-то об этом уже знают, об этом тяжёлом состоянии. Так вот, чтобы такого состояния не допустить, нужно готовиться к условному голоданию. И чем дольше, тем лучше. Как минимум, это месяц. Как минимум. Конечно, когда я провожу курсы, в частности, групповые курсы очищения, я не могу в рамках курса отводить целый месяц на подготовку. Но у нас всё идёт по форсированной системе, по ускоренной программе. Поэтому всё, что мы можем себе позволить, это примерно 10 дней. Ну, может быть, чуть побольше, но просто в рамках курса мы не можем сделать это дольше. Однако даже и этих 10 дней бывает достаточно для того, чтобы человек не испытывал интоксикации при вхождении в условное голодание. А если вы занимаетесь практикой очищения самостоятельно, не привязываясь к никаким курсам, то у вас ничто вам не может помешать сделать этап подготовки настолько длительным, насколько у вас просто есть возможности, терпение, любопытство, в конце концов, и желание принести себе максимум пользы. Потому что чем длительнее будет подготовка и качественнее, тем безопаснее, комфортнее и эффективнее, самое главное, эффективнее пройдёт сам курс очищения и принесёт очень много хороших, положительных, радостных результатов. Так давайте теперь уже перейдём ближе к теме. И я всё-таки перечислю те мероприятия, которые необходимо провести именно в рамках подготовки. Что значит подготовка? Это значит, что мы должны максимально снизить уровень загрязнений в нашем организме. И в первую очередь мы должны это сделать с помощью питания. То есть мы должны так откорректировать своё питание, чтобы как можно меньше загрязняющей еды попадало в организм человека. Если я буду сейчас подробно рассказывать про загрязняющую еду, это выльется в рамки отдельного курса. Поэтому я подробно говорить не буду. Возможно, что вы уже знакомы с этой информацией, либо из моих курсов, либо из моих книг, либо из курсов и книг каких-то других авторов. Так вот, нужно постараться на подготовке снизить вообще до самого минимума поступления загрязняющей еды и сделать упор, конечно же, на очищающую еду. Но сделать это нужно ровно в той пропорции, которая будет комфортна для вашего организма. Если вы полностью перейдёте на очищающую еду, то вместо хорошей подготовки вы можете получить либо обострение такой-то хроники по желудочно-кишечному тракту, либо просто некомфортное состояние в виде метеоризма, постоянных коликов в животе и так далее. Поэтому баланс сырое-варёное должен быть всё-таки отрегулирован именно под вашу ситуацию. Нет одинаковых ситуаций. Каждая ситуация индивидуальна. У кого-то есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, у кого-то их нет, кто-то уже привык питаться в большой степени сырой растительной пищей, кто-то вообще её никогда не ел. Итак, первый момент – это коррекция питания с упором на очищающую еду. Второй момент. Чтобы снизить уровень токсичности в организме, нужно на этапе подготовки обязательно пропивать какой-то адсорбент. Наилучшим адсорбентом, я считаю, белую пищевую глину. Она себя уже зарекомендовала просто как королева детокса, как мы её называем, как незаменимый помощник, такой тихий помощник, который поступает в наш организм вместе с водой. Поскольку мы глину не едим в прямом смысле, а мы пьём воду с растворённой глиной. Это специальная глина. Она прошла много степеней очистки. Это белая, абсолютно белая, чистая, порошкообразная глина, которая как губка впитывает в себя на протяжении желудочно-кишечного тракта все патогены, все токсины и выводится вместе со стулом из вашего организма. Таким образом, вы себя как бы изнутри начинаете вычищать по типу генеральной уборки. Итак, второй момент – это приём адсорбента. Прямо вот если готовитесь в месяц, то в течение всего месяца, четырёх недель, вы пропиваете эту глину. Третий момент. Поскольку на условном голодании организм человека входит в состояние неедения, можно сказать, то есть отсутствие пищеварения, то к такому состоянию себя тоже нужно готовить, тренируясь один раз в неделю. То есть на протяжении месяца, пока вы готовитесь к условному голоданию, один день в неделю нужно обязательно делать жидким, на жидком питании. Таким образом, ваш организм будет как бы тренироваться и понимать, что его периодически очищают. Поэтому, входя в условное голодание, организм будет понимать, что это не стресс, это не война, это не какой-то шок, это просто очищение. А то, что оно будет не один день длиться, а несколько дней, то есть будет пролонгированным, но это уже отдельная история, и здесь уже тоже очень многое зависит от вашего психологического настроя. Будете ли вы этого бояться, или не будете вы этого бояться, будете ли вы понимать, что с вами будет происходить, или вы не будете понимать, что будет происходить, и так далее. Четвертый важный пункт подготовки – это водный режим, соблюдение водного режима. Я знаю, что, несмотря на то, что пропаганда питья воды сейчас очень активно ведется во всех средствах информации, доступной. То есть теоретически всем понятно, что человек должен употреблять достаточное количество жидкости, особенно воды, чистой воды. Особенно это касается тех людей, которые питаются именно традиционным образом. Те люди, которые, ну вот как я, да, и другие, кто уже поддерживается более-менее здорового питания, те, у кого большая часть питания состоит из сырой растительной пищи, фрукты, овощи, у них может быть потребность в воде меньше, просто потому что их еда по большей части состоит из, ну, содержит в себе сочную, такую природную жидкость. А вот те люди, которые привыкли питаться в основном вареным образом, тяжелым образом, там много мяса, мучного, плюс всякая там вредная еда сладкая, с сахаром, то у них как раз потребность в воде очень большая, но они, к сожалению, могут ее просто не замечать. В результате этого их организм все время находится в состоянии хронической недостачи влаги, и именно по этой причине организм теряет свою способность к самоочищению, плюс происходит закисление внутренней среды. Поэтому, находясь на подготовке к курсу очищения, нужно очень большое внимание уделять водному режиму. Пить больше, чем обычно, пить чаще, чем обычно, думать больше, я бы сказала, даже думать больше о воде, нежели чем о еде. Просто по той причине, что очищение – это уборка, генеральная уборка, и ни одна генеральная уборка не производится без воды. И, наконец, пятый пункт необходимой условия подготовки. Он возник в моей практике не так давно. Я раньше не практиковала это, но теперь это появилось, и я могу с уверенностью сказать, что это, сейчас скажу, что это, является потрясающим, просто потрясающим помощником в очищении, в подготовке, ну, вообще в жизни человека, который хочет освободить себя по максимуму от загрязнений. Это эфирные масла. Только это не те эфирные масла, которые продаются в аптеке и стоят копейки. Это дорогие, чистые, натуральные эфирные масла терапевтического класса. Молекула масла очень маленькая. Она до того маленькая, что она очень быстро проникает в клетку. А поскольку эфирное масло – это вытяжка из растения, это суть растения, это дух растения, причем целебного растения, в котором собрана вся целительная сила растения, то проникая в клетку, такая молекула сразу же начинает свою работу по очищению клеточного и межклеточного пространства от загрязнений. Потому что эфирное масло является концентрированным продуктом. И одна капля воздействует на весь организм человека как, ну, я даже не знаю, с чем сравнить, но как целая большая лечебница. То есть принимая одну каплю внутрь или вдыхая одну каплю масла, возникает эффект попадания в лечебницу, где человеком проводится целый комплекс оздоровительных мероприятий. Вот таким образом одна капля масла заменяет вам целый санаторный курс, я бы так сказала. Итак, я перечислила вам пять важных пунктов, которые необходимо соблюдать во время подготовки к курсу очищения организма. Первое – коррекция питания. Второе – прием адсорбентов. Третье – разгрузочный день. Четвертое – водный режим. И пятое – это эфирные масла. Я понимаю, что в рамках одного видео я не могу дать больше информации по каждому из этих пунктов, но я буду стараться делать целую серию таких обзорных видео, в каждом из которых я буду разбирать именно каждый пункт по отдельности. Но если вам не терпится как можно быстрее получить максимум подробной информации, вы можете просто перейти по ссылочке, которую я даю внизу в описании к этому видео, и почитать поподробнее про каждый из пяти пунктов подготовки. Итак, я надеюсь, я вас убедила, что прежде чем пускаться в неизвестное долгое плавание под названием условное глотание, нужно как минимум изучить правила подготовки, и не только изучить, но и выполнять их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...